Эфир продолжается на телеканале Freedom. Эфир продолжается на телеканале Freedom. Международной ассоциации малых городов. Алексей, рады приветствовать вас в эфире. Доброе утро. Алексей, мы вас видим, но не слышим. Давайте. Да, друзья, приветствую вас. Слышно, рад вас очень видеть. И позиционно приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Алексей, ну вот в контексте, как Украина усилит Евросоюз, давайте говорить, как усилит в прямом переносном смысле, то есть я имею в виду нашу армию. Возможность противостоять такому ненадежному, опасному, непредсказуемому соседу, как для Украины, так, в принципе, и для всей Европы. Ну, давайте начнем с того, что вопросы безопасности сейчас для Европейского Союза все-таки вышли, как это, да, в приоритет, в абсолютный приоритет, потому что ранее, конечно же, Европейский Союз даже чисто юридически, с юридической точки зрения воспринимался, как какого-то своего рода экономическая, горизонтальная конфедерация. Поэтому с точки зрения безопасности, с точки зрения там силового блока Европейский Союз особенно никогда, скажем, не котировался в мире, более того, Европейский Союз не воспринимали как какую-то, скажем, военную силу, да, в мире. Я думаю, что, конечно же, нападение Россию на Украину, и особенно полномасштабное, конечно же, сместило акценты. Про это есть соответствующие решения и в Еврораде, и в Европарламенте, и слабости, скажем, да, критические точки в плане безопасности уже, скажем, стали абсолютно очевидными. И сейчас уже, да, действительно, Европейский Союз принимает соответствующие решения, потому что бы все-таки стратегические и вопросы безопасности, то именно про что мы сейчас с вами говорим, принималось Европейским Союзом не абсолютным большинством стран, как это предусмотрено сейчас. И когда, например, какая-то Венгрия или Словакия может блокировать решения, полезные для абсолютно всего Европейского Союза, так и, собственно говоря, создание европейской армии. Потому что мы видим, что, конечно, сейчас НАТО пытается трансформироваться, но еще буквально там два-полтора года назад это была очень сомнительная история даже у членов самого НАТО. И они точно не хотели проверять, насколько действенным будет этот военный альянс. Сейчас просто, конечно же, вариантов нету. У европейцев, у них, по сути, это единственный блок по безопасности. Ну и вторым таким столпом для самой Европы является, конечно же, сама Украина. И инвестиция военная, финансовая, в которую время войны и противостояние с агрессией Российской Федерации является и инвестициями в их собственную безопасность. Но на самом деле вопросы безопасности, вопросы армии – это не только про войну. Очень мощный ВПК может развиваться вместе с нашими партнерами европейскими именно в Украине. Кстати говоря, в этом году как в Украине стратегический приоритет развития ВПК, так и в Европейском Союзе. Потому что для них стало очевидно, что они не могут производить ни в достаточном количестве арт-системы, ни боеприпасы к ним, ни тем более что-то высокотехнологичное, вроде самолетов или каких-то ракет дальнего действия в достаточном количестве. То есть они номинально есть, они могут быть на складах, еще там в конце 90-х годов произведены. Ну а все, собственно, новые разработки, они больше точечные. Вот возьмите, к примеру, ту же Германию, которая, да, является локомотивом Европейского Союза, но при этом имеет довольно скромную армию, которую дореформировали до того момента, что, ну, по сути, ну, скажем так, сейчас происходит Германия перерождение как армии, так, в принципе, и ВПК в целом. Большие надежды тут, конечно, на Францию. Во-первых, это ядерная страна, во-вторых, у нее наиболее, ну, скажем так, разогнанный ВПК. Но все это, если еще и помножить на участие в Европейской безопасности Украины, учитывая ее огромную логистическую составляющую, сырьевую составляющую, довольно недорогую по сравнению с Европейским Союзом рабочую силу, то, конечно же, именно на базе Украины и может, собственно, создаваться новая, качественно, масштабируемая ВПК Европейского Союза. Понимают ли это в Европейском Союзе? Конечно, да. И вот фактор безопасности, фактор наиболее сильной армии сейчас на Европейском континенте, он сильно влияет позитивную сторону на европейскую интеграцию, соответственно, Украины. Ну и опять же, тут можно даже и политическую точку зрения привязать, что, имея сильную армию, имея сильные позиции по безопасности, по ВПК, уже в рамках Европейского Союза может создаваться определенный пояс безопасности, который, как минимум, оградит страны Центральной и Западной Европы от прямых угроз Российской Федерации. Но про это говорится давно, на это накладывается, возможно, проект Реморья, проект взаимодействия с Турцией, в том числе, проект по безопасности, который еще Борис Джонсон в свое время, когда он был еще премьер-министром Британии, говорил. Одним словом, Украина является ключевой пазл сейчас в безопасности Европейского Союза. Я уже молчу, что это огромнейшие возможности рынок для сельского хозяйства, который, в принципе, и сам, даже по большому счету, без других стран Европейского Союза способен обеспечить такую продовольственную безопасность Европейского Союза. А я напомню, что именно продовольственная безопасность является первым источником расходной части Европейского Союза. То есть на субсидирование именно сельского хозяйства Европейский Союз тратит примерно от 70 до 80% своего бюджета каждый год. Вот это, кстати говоря, в истории пропольских фермеров и не только пропольских фермеров, да. То есть если Украина ту нишу сама занимает, то, в принципе, у нее высвобождаются ресурсы для того, чтобы развивать, например, свой ВПК. Это чрезвычайно важный компонент. Но да, конечно же, тогда придется менять структуру самого Европейского Союза. И вот те принципы, стратегические направленности, по которым они живут сейчас, уже не будут просто-напросто работать, когда появится такой игрок. Вот еще тоже о некоторых экономических страхах. Давайте поговорим. Присоединение каждого нового члена к Европейскому Союзу, конечно же, имеет свою цену. Украина не исключение. Но во сколько обойдется интеграция обеим сторонам, давайте таким вопросом также зададимся. И вот таким же вопросом задалась вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Предлагаем фрагмент ее статьи для издания «Украинская правда» продемонстрировать и потом обсудим. Так, например, по расчетам Европейского исследовательского центра «Брюгель», общая годовая стоимость интеграции Украины составит приблизительно 0,13% ВВП ЕС. Наше плановое вступление также может потребовать увеличения бюджета ЕС примерно на 20%. Вместе с тем маловероятно, что все это изменит текущие позиции стран-членов ЕС, как получателей средств Евросоюза, так и плательщиков. Важно также понимать, что с присоединением Украины будет увеличиваться не только доля расходов, но и доходов ЕС. Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в статье для издания «Украинская правда». Вот касательно того, что и прибыльно будет присоединение Украины к Европейскому Союзу. Конечно, но просто есть такие, скажем так, модели, которые прямо позволяют понять прибыльность. Мы сегодня частично по ним уже даже прошлись в плане логистики, в плане экономики, в плане инвестиционного роста, тех возможностей, которые Украина предоставит Европейскому Союзу. Но есть еще и вещи, которые, ну скажем так, непрямолинейные. Например, проблема мигрантов в Европейском Союзе стоит, ну в принципе в топ-3 на 100%. Потому что, конечно же, дестабилизация в многих странах мира, военные действия, природные катаклизмы приводят к тому, что с этих стран люди стремятся переезжать, ну скажем, да, в более богатые, спокойные страны. Наиболее богатыми странами, в принципе, на планете Земля такой, да, объединением является Европейский Союз. Так вот, для того, чтобы этого не происходило, вот, а отдельные миграционные политики работают, очень в это вкладывается большое количество денег, как из-за Европейского Союза, так и организации объединенных наций. Вот эти моменты тоже сможет, это тоже, кстати говоря, моменты безопасности, посмотрите на Францию, да, вот, может обеспечить Украина, потому что то количество хозяйственной продукции, которая производит Украина, как я уже говорил ранее, хватит не только Европейскому Союзу, но и мы можем обеспечивать страны наибольшими рисками голода, да, это Ближний Восток, это Африка, это Средняя Азия, ну и традиционно, я напомню, что еще до войны наибольшим импортером нашего зерна был именно Китай, то есть даже китайскую продовольственную безопасность уже традиционно обеспечивает Украина. А представьте, если еще, скажем так, нашим фермерам дать кредитные возможности для улучшения модернизации, скажем, своей техники, увеличения КПД с каждого гектара земли, может быть в том числе по заходу кого-то внешнего, да, капитала в Украину, вот по сельгоспродукции. Одним словом, в этом направлении в том числе очень серьезное усиление Украина также может дать Европейскому Союзу. И исходя из этого, ну, конечно, давайте так, конечно, вы вспомнили про риски, конечно же, есть и риски. Поэтому я опять же сказал, что вместе с тем, как меняется Украина, меняется готовость к трансформации и объединении с Европейским Союзом, так даже должен меняться и Европейский Союз, готовясь к Украине. Европейский Союз не может без изменений, вот в сегодняшнем положении, принять такого серьезного и глобального игрока уже, как Украина. Он должен поменять целый ряд своих внутренних нормативных актов, ряд внутренних приоритетов и, скажем так, выделить новые возможности. То есть то, что раньше было проблемой, например, там, миграция, сельское хозяйство, логистическая составляющая, вот эта проблема с участием Украины, а, ну да, и безопасность, конечно же, или перестанет являться проблемами, или, скажем так, значительно усилится позиция, и нужна будет переприоритизация Европейского Союза. Ну и плюс, конечно же, не забывайте, что Украина будет получить пропорционное участие в Европейском парламенте, потому что именно по принципу пропорции формируется Европарламент. И, конечно же, будет очень влиять, а в особенности, если объединимся в совместных позициях, скажем так, к региональным блокам, ну, припустим, с Румынией, с Польшей, со странами Балтии, это будет действительно серьезная сила в Европейском Союзе, но которая, если не будет иметь автоматического большинства, то, как минимум, точно будет иметь блокирующий пакет. А это действительно покажет весь потенциал взаимоотношений с Украиной, приоритета Европейского Союза на Украину и много-много чего другого. Одним словом, Европейский Союз с Украиной и Европейский Союз без Украины, это абсолютно разные Европейские Союзы. И с Украиной это уже будет действительно глобальный игрок, с которым будет считаться весь мир. А без Украины, возможно, он когда-то такими станет, но пока перспектив к этому не так много. Роберто Мицсоло, президент Европарламента, сказала, что уже в июне должны начаться официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС. И важно принять решение до 1 июля, пока в Совете ЕС председательствует Бельгия, далее очередь в Венгрии. Как вы считаете, решение о принятии в Евросоюз должно быть единогласным. Все 27 членов должны сказать «за». Возможно ли проблемы от правительства Орбана? Ну, давайте начнем с того, что еще не стоит вопрос про голосование, про вступление Украины в ЕС. Нам еще нужно выполнять соответствующую дорожную карту, а еще более того, ее нужно утвердить. Потому что ее только приняло и наработали в ЕС на уровне Еврокомиссии, Урсулы фон Дуляйн, теперь за нее нужно проголосовать и в Еврораде, и в Европарламенте. Возможно, и скорее всего, почему сейчас это не происходит, для получения большей легитимности. И, в принципе, в этом есть своя логика, чтобы провести это голосование уже после голосования в Европарламент, уже в обновленном составе. Тогда действительно реализация этой рамки, этой дорожной карты на вхождение Украины в Европейский Союз, она будет более реалистичной, практичной. И евробюрократы, скажем, намного будут на нее идти предметнее, поскольку сами они за нее именно, соответственно, проголосуют. Поэтому, с одной стороны, у нас немножечко тут произошла затяжка в принятии абсолютно технических решений. А с другой стороны, есть политическая составляющая, я ее только что назвал. И, конечно же, ее точно нужно учитывать при планировании наших взаимоотношений с Европейским Союзом, как со стороны Европейского Союза, так и со стороны, соответственно, Украины. Ключевые решения, конечно же, здорово, если будут приниматься за председательством таких стран, как Бельгия, которые традиционно являются нашими сильными партнерами, как финансово, так и в военной сфере, так и политически, конечно же. Но и у Орбан, по большому счету, если эта рамка дорожной карты членства Украины в ЕС уже будет принята после выборов в ЕС, особо ни на что повлиять не сможет. Более того, я напомню, что предметные переговоры произошли между самим Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским, где целый ряд сфер был проговорен, в том числе и с логистической стороны, с экономической стороны, с инвестиционной стороны. Одним словом, мы с Венгрией понимаем, где мы можем быть друг другу полезны, чтобы, собственно говоря, мы могли уже в таком рабочем порядке приоритизировать свои интересы для того же Орбана. Ну и также, друзья, не забывайте, что сейчас активно митинги проходят против Орбана. Сейчас там, собственно говоря, выборы, потом выборы в Европарламент. И монополия Орбана, скорее всего, будет нарушена, скажем так, формированием более продемократических и проевропейских сил, что, конечно же, в том числе усилит трек эффективного взаимодействия с Украиной. Поэтому, как там, дорогу усилит идущий, и степ за степ, шаг за шагом надо реализовать все наши геополитические приоритеты. Спасибо вам большое, Алексей. Главное, что также мы услышали от Роберта Мецола, что Европейский Союз, невзирая на выборы, все равно остается целостным касательно вступления Украины в Европейский Союз. Напомню нашим зрителям, Алексей Боряченко, кандидат политических наук, глава Международной Ассоциации Малых Городов был с нами на связи.